Добрый день, уважаемые гости, зрители и участники фестиваля Art & Science. Нашему вниманию сейчас предстоит лекция «Технология анализа фокуса зрения, как работает человеческий глаз, визуальное мышление». И я рада поприветствовать на этой площадке рекламного фэшн-фотографа, арт-директора Олега Цербаева. Олег, вам слово. Здравствуйте. Мне очень приятно здесь быть. Давайте я попробую рассказать, как потом про зрение, как оно работает и с чем наше традиционное восприятие зрения отличается от того, как мы видим на самом деле. Очень многие люди воспринимают зрение как кадр, как прицел, как некую мишень. И это, собственно, понятно, потому что в английском слово «шут» означает «истрелять и фотографировать». Выбирая цель в рамках фотоаппарата, мы нацеливаемся на какой-то объект, делаем спуск затвора и рассматриваем их пару как фотографии. Чаще всего получается так, что эта фотография не соответствует тому, что мы видели. фотоаппарат. И там есть очень много режимов. Честно говоря, наше зрение физически очень похоже на фотоаппарат, но работает по-другому, потому что у фотоаппарата нет мозга, который стоит за глазом. Фактически вот эта связка глаз и мозг, она работает только вместе. И глаз выполняет функцию такого выдвинутого вперед щупальцем, который ощупывает реальность, а мозг интерпретирует изображение. Вот эта глубина интерпретации, она настолько велика, что мы вообще видим и понимаем совершенно разные вещи. Как физически все это происходит? Вот у нас на картинке источник света, который, преломляясь, падает на роговицу и густалик, дальше ингредируется по трем каналам и переходит в мозг. Если мы посмотрим на вот это изображение, то, возможно, вы даже скажете мне, что здесь изображено. Угадывается ли что-нибудь здесь? Корова или собака? Какая корова или собака бывает в белых пятнах? Тигра. Глаз. Водолаз? Глаз. Глаз? Глаз. Глаз? Глаз. Хорошо, я вижу собаку, причем я вижу белую собаку в черных пятнах и для меня она похожа на бумагица. Но здесь может идёт отступление, что мы европейские люди, мы вот, например, считаем, что зебра – это белое животное в черную полоску. А люди африканского растения считают, что это черное животное в белую полоску. Поэтому глубина этой определенности очень важна. Я покажу эту картинку, чтобы объяснить, что физически на этой картине есть только пятна, больше там ничего нет. собаку интерпретирует наш мозг, он доустраивает картинку, дорабатывает её, потому что он множество раз видел собаку, и она сложилась у него в голове как некий образ. мозг, функциональные возможности, так и легкий, он вспомнит такое количество изображений, что любое виденное глазом, непосредственно виденная картинка, да, она их компенсирует с мозгом, например, в сравнении с тем, что он уже видел. А наше зрение построено следующим образом, и у нас есть фокус резкого зрения, такой луч, который мы видим резко. Луч очень маленький. Он составляет практически 3-4% от нашего целикого зрения. То есть, если объем нашего зрения 160 градусов приблизительно, то вот этот узкий фокусированный луч составляет около 4%. Плактически только когда изображение попадает на центральную яму, только тогда мы видим резкую картинку. Вот для того, чтобы увидеть разные пути, сидящие на каких-то меня, мы можем повернуть голову, потому что мое резкое. Кострация резкого зрения очень узкая. Все остальное – это некая пересерия, которая размытая, а не резкая, это как аберриентная. То есть мы тоже видим, что происходит, но мы не сфокусированы и не до конца понимаем. Когда мы идем по улице, и, к крайней мере, глаза видим что-то, не знаю, пробежавшее мимо, то мы за долю секунды постоянно инфректируем, что это, на что похоже. Мои инфректируют просто, наверное, крысы. Да, там, большое, там, черное, с большим хвостом, наверное, собака. Идет человек, похож на знакомый, по сути, не он, не знакомый. А каждую, там, миллисекунду мозг работает, инфректирует все, что видит. А видит глаз и мозг фактически размытие пятна. То есть мы не видим реальность в том виде, в котором она нас окружает. Мы видим только пятна. Все остальные наши интерпретации. Поэтому наши восприятия для картинок откровенно угадываем. А как мы угадываем? Как происходит этот процесс? Вот, способны ли вы, не читая текст, опознать, кого из этих героев? Кто-нибудь, или не скажет, у нас знакомый? Удеально. Удеально. Отлично. А еще кто? Люк Клинтон. Кого еще мы знаем? Одиннадцатый. Так. Я его пока не вижу. Шесть. Нет. Знаешь, это, ну, это специфическое. Это баскетболист Майкл Перлэн. Те, кто не интересуется баскетболом, я этого не знаю. Усть Брестли. Усть Брестли, да. То есть мы размываем изображения достаточно сильно, но при этом персонаж для нас абсолютно узнаваем. Потому что мы видели их тысячу раз, и они, как отпечатываются на словаре. Гонг Холм. Кто? Гонг Холм. Это даже я не знаю. Шест, третий. Третий. Третий сверху? Да. Иринские каникулы. Все, я понял. Это я тоже не знаю. Ладно. Нет. Под номером десять, мне кажется, это, насколько ли, принц Чарльз. Ну, не важно. В общем, не важно. А он? Отлично. Там вообще написано. Сейчас мы посмотрим. Есть. Принц Чарльз, я был прав. Третий. Это, где был такой эксперимент, когда человек надевали очки, переворачивающие изображения. Он ходил по улице, и видел, все перевернуло. Где-то через десять-двенадцать дней такого эксперимента он мог перевернуть все обратно. В какой-то момент он проснулся и понял, что у него изображение вернулось так, как надо. То есть, он мог бы проще интерфектироваться таким образом, и он может вполне перестроить те инструменты, которые дает глаз. Пристроить еще легко. Так, это основа наша собака. Откуда возникает, и большим правилом существует эта интерпретация? Впервые, четко объясняющие концепции, были предложены к гештальтерапии в начале 20-го века. Здесь формулированы пять принципов. Они достаточно сложные. Мы разберем их по одному, и нам станет понятнее, о чем это будет. Если вы прочитаете текст, вам будет дальше немножко проще. Как работает этот ролик? Один из первых инструментов – это завершенный отстраивание объекта. Мы фактически видим квадрат, круг, треугольник, стоящий в трех кругах. Хотя разницы в разрывы между ними очень большие, но наш мозг привыкет отстраивать объекты, и он работает с цельными объектами. И нам очень целостное влияние. Первый принцип – превращенный отстраивание. Второй принцип – близость. Конечно, здесь нет никакого пана, но нам привычно взять состоящий из отдельных компонентов элемент, если он похож на на него. Да? И так делать, и довернуть, и докрутить его до лаку, от четкой травмной картинки. Третье – это соотношение между фигурой и фоном. На этом принципы построены очень много зрительных иллюзий. Вот что вы здесь видите первым? Дерево. Дерево. Так. Дворёк. Громче. Рыба. Внизу есть рыба. Отлично. Еще что? Там еще что-то есть. Горилла. Горилла и тигр справа. Да. Можно ли увидеть одновременно? То есть получается ли видеть одновременно и ту картинку друг другу? Сложно. Сложно, потому что глаз, вернее мозг, не может выбрать, что важнее. То есть что фигура в данном случае, а что фон. Мы привыкли всегда выделять главный объект и выделять фоновую составляющую. Так же, как в шумном помещении мы слышим голос собеседника, а все остальные голоса сливаются в общий фон. Здесь такая же история. Нам нужно взять и выделить ключевой объект, а остальное оставить фоном. И глаз периодически выбирает то одно, то другое. Соответственно, мозг не может определиться. Есть такая знаменитая иллюзия. Куб Неккера. То есть мы смотрим на этот куб. Нам кажется, что он логически выстроен правильно. Потом мы замечаем, что вторая слева вертикальная палка не соответствует объему. Да, это видно, что он нарисован необъемно. Глаз продолжает движение и вроде бы видит объем совершенно по-другому. То есть он как бы меняется местами. Он то смотрит вверх, то смотрит вниз. Все зрительные иллюзии построены вот на соотношении фигуры и фона. И это хороший пример того, как легко обмануть наш мозг. Как легко построить картинку, которая не очевидна для мозга. Следующий элемент – это непрерывность. Нам привычно достраивать какое-то количество элементов до линии, до истории, до непрерывно движущегося объекта. И любое количество элементов, которые выстраиваются впрямую, мы достроим внутри. Мы будем видеть как линию, как сплошное движение. Последнее – это сходство или симметрия. На первой картинке большинство людей видит два квадрата, которые пересекаются. Соответственно, вторая картинка показывает, как именно мы видим. Мы при этом не видим эту картинку как два угла. И мы не видим ее как стилизованный двойной ромб и квадрат посередине. Нашему зрению свойственно увидеть два похожих объекта, если есть вот эта похожесть. Получается, что есть большое количество заданных элементов, которые мозг интерпретирует специфическим образом. То есть наше видение фрагментарное. Оно завязано на определенные психологические правила. Для нас несложно узнать объект, потому что он напоминает нам какие-то виденные в реальности вещи. Хотя, опять же, с точки зрения глаза это просто набор пятен. Но нам знакомо. Мы тысячу раз видели лошади, мы видели изображение сердца, и у нас в голове это четко ассоциируется с большим количеством картинок. Как вообще работают связи между элементами одного объекта? Вот у нас достаточно гармоничная компоновка, но как вы видите, какие фигуры связаны между собой с вашей точки зрения? То есть черный образует свой треугольник, а белый образует свой треугольник, они связаны. Это называется подобие по тону. То есть однотоновые фигуры всегда связаны, они всегда притягиваются друг к другу и образуют общую форму. Соответственно, черный треугольник, квадрат и круг видят друг друга, и белый треугольник, круг и квадрат тоже видят друг друга. При этом они все ориентированы относительно рамы. То есть вертикальное и горизонтальное положение треугольника параллельно картине. С черным треугольником и белым квадратом все то же самое. Это позволяет связать изображение с рамкой кадра. Если мы немножко изменим композицию и все пятна, все формы сделаем черными, то связь становится намного более слабой, но она все равно остается. То есть у нас есть связь всех шести предметов, они связаны по тону, и есть два треугольника, которые связаны между собой по форме. При этом квадраты все равно ориентированы параллельно рамке кадра, то есть картинка достаточно гармоничная. Она немножко перевешивается вправо, потому что правого квадрата есть, он больше, и немножко тянет картинку вправо. Но в целом изображение достаточно гармоничное. Мы можем сделать следующий шаг и нарушить вот эту параллельность между квадратами и рамкой кадра, и завалить еще больше вот этот правый квадрат вправо. И вся гармоничность изображения разрушается. То есть остается концепция трех треугольников, двух треугольников, но она совсем слабая. То есть треугольник из квадратов вообще почти не виден. Смотрите, как это работает на примере фотографии. Я все-таки фотограф, и мне интересно говорить про то, как выглядит фотография. У нас есть два темных объекта, которые связаны между собой. Они оба выделены на белом фоне. Они связаны изобразительно в виде друг друга, и мы понимаем, что если это фотография, то на фото связь между ними тоже будет очевидна. Вот наше исходное фото. И понятно, что фотограф создал эту изобразительную связь, имея в виду смысловую связь. Вот он связал два объекта между собой с помощью графики. Вот так видит изображение наш мозг, как набор темных пятен и светлого фона. Вот так видим мы через те интерпретации, которые мы знаем. То есть превращая все это в узнаваемые нам объекты, знакомые нам объекты. Вот еще один пример. Это очень известная фотография Энри Карти Борисона. Давайте посмотрим, какие изобразительные линии, какие композиционные приемы здесь использованы. Когда мы смотрим на размытое изображение, у нас главными в кадре становится не объект, не человек, которого мы привыкли видеть. У нас вообще зрение отстроено таким образом, что мы человека всегда выделяем. То есть он всегда для нас самый главный в кадре. Мы размыли картинку, и человек стал просто небольшим темным пятном. И самым главным становится вот эта верхняя линия изгиба. К сожалению, у вас там это видно не так хорошо, как у меня, но все равно видно. Главными становятся линии, которые сгибаются, создают такое полукружие и прекрасно выстраивают композицию. Еще раз возвращаю на резкую картинку, чтобы понять, насколько графическое изображение отличается от смыслового. Как фактически работает наш глаз? Есть такая технология eye tracking, которая позволяет одеть человеку маленький прибор, сканирующий изображение глаза. Технология существует больше 20 лет. Она очень интересна для любого человека, занимающегося картинкой. Она позволяет увидеть, по какому принципу двигается глаз по изображению. Вот фотографии известной скульптуры Нефертити. И вот справа набор линий и движений, которые совершает глаз, для того, чтобы ее рассмотреть. Есть ярко выраженные два темных участка, которые глаз прошел много-много раз. Это непосредственно глаз скульптуры и ухо скульптуры. Глаз и лицо, потому что мы первым делом смотрим в собеседнику в глаза. Вот если в кадре есть человек, это самый главный объект, и глаза наши направляются на человека. Если в кадре человек крупный, то самый главный для нас объект – это глаза. Мы выстраиваем восприятие эмоций по глазам. Мы разговариваем с глазами фактически. Второй объект, на котором находится пересечение этих линий – это ухо, потому что оно выделено светло на черном. Мы видим этот самый контраст, и он притягивает наше внимание. Фактически глаз входит в кадр, смотрит на лицо, на лице выделяет глаз, потом переходит к ухо, и дальше начинается более внимательное рассматривание. По кругу, по диагонали, по линиям он обходит и рассматривает все большее количество точек, узнавая картинку сильнее, сильнее, сильнее. Для того, чтобы рассмотреть такое изображение, обычно достаточно полсекунды. Все эти действия совершаются за очень ограниченный отрезок времени. Вот так вот выглядит наше разглядывание страницы сайта. Мы первым делом выделяем человека. Мы выделяем глаза, рассматриваем лицо. Соответственно, зеленая зона – это зона небольшого внимания, желтая – зона повышенного внимания, красная – это самое важное для нас, что мы выделяем. На основании айтрекинга можно создать представление о том, как правильно организовать картинку, какие элементы для нас выделены, какие элементы важны. Это четкая разрисовка по линиям, как мы смотрели на изображение. То есть глаз входит в изображение с левого нижнего угла, приходит к лицу, потом уходит снова вниз. Цифра 2 мы не видим, она внизу. Потом начинается более внимательное рассматривание. То есть мы возвращаемся в левый нижний угол и переходим в правую середину, там выделено слово «черным». Потом начинаем снова черное слева вверху, черные и черные видят друг друга, крупный текст. Фактически здесь выделено порядка 15 точек рассматривания, это основные точки. И они изначально дизайнерам отстроены таким образом, чтобы глазу было удобно, чтобы он мог за ограниченное количество времени рассмотреть все эти элементы. Давайте я покажу на примере маленького видео, как работает эта система в реальности. И так далее. И так далее. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 или нет, зависит от того, как качественно это сделано, насколько качественно продумана композиция внутри кадра. Это очень известная фотография Арнольда Ньюмана, фотография Пикассо. И вот слева виден оригинал, исходный кадр, как он был. А справа мы видим, что сделал художник, фотограф, что он сделал с картинкой, чтобы получить тот результат, на который он рассчитывал. Он посчитал, что ему не нужно столько фона, что ему не нужно локоть и плечи фигуры, и отрезал, собственно, все, кроме той части, которая рассказывает его историю. Это замечательная фотография украинского фотографа Николая Смелык. Он сфотографировал своих родителей. Давайте посмотрим, как графически это выстроено. Вот у нас есть два белых объекта, выделенные на черном фоне. Два близких по форме, близких по тону, которые связываются между собой. Встречаясь к фотографии, мы можем увидеть, что вот эта визуальная связь между двумя объектами, она вполне соответствует смысловой связи, которая здесь была заложена фотографом. Он хотел их определенным образом связать. Он связал их не только по смыслу, он связал их изобразительно. Связь эта очень сильная и устойчивая. Если бы вот этой симметрии, вот этой параллельности фигур не было, то эта история про двух пожилых людей, про их внутренний мир и связь, ее бы не было, это была бы другая фотография. Цельность изображения возникает тогда, когда изображение внутри кадра связано определенными отношениями, о которых мы говорили чуть выше. Вот это очень хороший пример того, как фотограф работает. Пленочная фотография предполагала, что картинки снимаются на небольшую пленку, или 35 мм, или 120 мм. Потом, чтобы выбрать и увидеть изображение, фотограф накладывает куски пленки на лист фотобумаги, делает позитивный отпечаток, и по нему, маленьким картинкам, выбирает лучшие. И печатает уже в большом размере. Вот мы видим первый кадр слева, видим, что в кадре два человека. Не только Игорь Стравинский, но еще кто-то. В следующем кадре мы видим, что фотограф отказывается от второго человека и снимает сбоку Стравинского, играющего на пианино. Ему не нравится картинка, он идет дальше. Он снимает Стравинского на фоне стены с куском пианино. Эта история тоже не получается. Он размещает модель под... Я не знаю, как называется крышка, не пианино, а прохтер-рояль. Во-вторых, крышка как-то называется, но я не знаю как. Он размещает модель в таком визуальном треугольнике и просит его раскрыть руки, чтобы подчеркнуть треугольник. История не становится графической, не работает на него. Он просит человека собрать локти, стать таким более прямоугольным. Окей, тоже не то. Следующий кадр слева в середине. Он ставит его перед роялем. На втором кадре он просит его повернуться боком и вписывает его в изгиб крышки рояля. Получается некий повтор. Он даже пробует скадрировать это определенным образом. Но все равно он не нравится фотографу. Еще несколько вариантов. Стравинский сидит непосредственно за роялем, стоит, уходя за рояль. Снова сидит с роялем. Вот четыре фотографии, которые фотограф отобрал. Те, с которыми можно работать. Композитор за роялем, он стоит за роялем, он сидит за ним. И справа, наконец, тот вариант, который отмечен тремя галочками. Это то, что понравилось фотографу. И вот финальный результат. Сейчас, нет. Это выбранный кадр. Вот финальный результат. Этот снимок стал самым известным снимком Игоря Стравинского. И он, 10 лет спустя, встретившись с фотографом, очень благодарил его, сказав, что именно этот снимок сделал его портрет настолько известным. Что сделал фотограф, выбрав из нижних двух снимков и откадрировав таким образом снимок? Почему он не взял левый снимок? Почему он не скадрировал его? Как вы думаете? Почему правый снимок? Он решил, что он интересен. Потому что его голова, она параллельна с углом с отец? Ну, то есть, корпус? Корпус протекальный? Ну, он действительно решил, что на левой фотографии есть наклон, который ему не нужен. Он спорит с геометрией рояля, вот с этой четкой параллельностью горизонта. И выбрал более геометричный вариант. Максимально откадрировал его, чтобы сократить геометрию и убрать все ненужное, чтобы сделать чистую форму. И он четко противопоставил человека и вот огромную нависающую крышку рояля. Понятно, что фотография несимметрична, что она неравновесна, да, то есть крышка рояля очень тяжелая. Но поскольку я уже говорил, что мы визуально всегда человека умножаем, выделяем его, он для нас важнее всего в картинке, то психологический вес человека здесь равен вот этому огромной форме нависающей крышки рояля. Он их как бы соотнес, он их уравновесил не за счет графической композиции, а за счет ценности человеческого лица для нашего изображения. Давайте я покажу еще одно видео. Это видео прямо рассказывает нам, вернее показывает нам, как фотограф ищет. Ищет и находит нужный ракурс, нужную картинку. Национальный центр фотографии Лассет и Гриф интернешн продаж представлены по идее Уильяма Флайка. Контрольные отпечатки. Здесь тоже такой же принцип. Ирюшн Бубенко и режиссер Рубер Дэкни Юр. Контрольные отпечатки наложены, отпечатаны на бумаге, и камера скользит по контрольным отпечаткам, показывая отдельные сделанные кадры, до момента, пока мы не останавливаемся на том кадре, который был выбран фотографом. Почему он выбрал вот этот кадр? Здесь есть четкая белая подводящая линия к этой странной фигуре, замотанной в бумагу. То есть наш взгляд выходит с левого нижнего угла, идет по линии бумаги и приводит нас к этой фигуре. А почему здесь выбрана эта картинка, именно эта? Что композиционно понравилось фотографу? Да, это точно. Но тут есть еще один маленький элемент, который делает картинку еще более ценной. Вытянутая нога? Ну, вытянутая нога работает, она подчеркивает наш вход в композицию. Но это не совсем то, что я имел в виду. Чёрный фон, что? Здесь есть четкая перспектива, которая создает объем, и собака фактически в основании этого треугольника, этой перспективы. Но мне кажется, что одним из еще небольших штрихов, который его, в данном случае, Юзефа Куделко устроил, это уши собаки, которые рифмуются с этими маленькими елочками, расставленными по дальнему плану. То есть, это такой изысканный маленький штрих, который добавляет этой фотографии какую-то свою ценность. Давайте, наверное, мы сейчас видео остановим и вернемся к презентации. Безусловно, красивая композиция – это способ выстроить, задать нашему взгляду некую внутреннюю последовательность, внутреннюю логику. Но помимо композиции, есть еще несколько элементов, которые влияют на то, как мы будем смотреть на изображение. Как это ни странно, пустой белый чистый лист, который можно сравнить с, не знаю, серым пустым изображением видоискателя-фотографа, он уже имеет свою историю, у него уже есть смысл. То есть, на белом листе бумаги как бы ничего не изображено, а на самом деле изображено очень много. Мы воспринимаем белый лист как такую прозрачную среду, внутри которой есть разная по интенсивности глубина. Это такая пещера, куда мы входим, и у этой пещеры разные глубины. Чем ближе к краям, тем более плоское для нас изображение. То есть, любая точка, расположенная на крае изображения, визуально воспринимается как близкая к нам. Любая точка, расположенная в центре изображения, воспринимается как самая далекая от нас. В данном случае у нас перспективная линия, которая уходит в самую глубину, в центр. И вот маленькая точка воспринимается как равная всем остальным, просто перспективно уменьшенная. Вот она уходит в самую глубокую часть вот этой вот пещеры белого листа. Если мы сдвигаем немножко изображение, и маленькая точка не приходится на центр, она визуально не смотрится такой далекой. Она перестает быть в самой глубине, она уходит ближе к краю листа. Ориентация кадра или листа имеет очень большое значение. Если мы задаем вертикальный формат листа, это уже предполагает, что наша картинка ориентирована по вертикали. То есть, мы видим динамику, мы видим какое-то развитие вверх и вниз. Если мы сдаем горизонтальный формат, который соответствует горизонтальному рассматриванию, это уже похоже на некоторую последовательную историю. То есть, уже не вертикальность, а уже рассматривание во времени. То есть, нам нужно повернуть голову, чтобы рассмотреть все изображение слева направо. Вот у нас вертикальный формат одежды, четко подчеркнутый вертикальностью кадра. Если бы мы разместили это изображение в предыдущем горизонтальном формате, оно, во-первых, было бы сильно меньше, во-вторых, оно бы споривалось с самим форматом кадра. Вот горизонтальный формат и просто горизонтальная изогнутая линия. Но визуально она воспринимается как горизонт. Любая горизонтальная линия на картинке, она уже напоминает нам о горизонте. Потому что у нас в голове заложена концепция горизонта. Мы столько раз ее видели, что мы поневоле соотносим горизонтальную линию с линией горизонта. Вот стилизованное изображение гор внизу на фоне белого неба. Если мы перевернем картинку и присмотримся к ней, мы все равно увидим горы, несмотря на то, что они теперь белые на черном. Это происходит потому, что для нас визуально естественно, чтобы горы были внизу. И неестественно, если они наверху. И более темный цвет, выделенный более тяжелый визуально, здесь никак не может изменить привычную систему соотношений. Также очень важно понятие верха и низа. Вот здесь черный большой тяжелый круг устойчиво, спокойно лежит в самом основании белого прямоугольника. Если мы перевернем изображение, наше восприятие картинки тут же изменится. Этот тяжелый круг не лежит устойчиво, а падает визуально. Он как бы нависает и сейчас упадет. Почему я про это все рассказываю? Фактически получается, что не только наш взгляд, наши психологические особенности рассматривания влияют на картинку. Не только последовательность движения и выстроенность композиции влияют на финальную картинку. Но еще и сам носитель уже содержит в себе определенные законы, по которым существует изображение. Возвращаясь фактически к самому началу, для того, чтобы собрать, создать красивую фотографию, совершенно недостаточно вырезать кусочек из реальности. Нужно пойти принципиально другим путем. Нужно увидеть в реальности некоторое сочетание элементов, некоторое количество визуальных связей, которые есть. Обосновать их выделение с помощью рамы, то есть разместить их в раме, обосновывая каждую горизонтальную и вертикальную линию. Соотнести это с смысловым значением условно белого листа, вообще изображения. Если у нас что-то тяжелое, оно должно быть снизу, если у нас горизонт, он должен быть, кадр должен быть горизонтальный и так далее. Все, о чем я рассказывал. То есть профессиональный думающий фотограф учитывает при съемке очень большое количество факторов. Не пытаясь снимать, как стреляя, просто выделяя исключительно сюжетную часть. Мы по умолчанию привыкли к тому, что фабула, то есть сюжетная, происходящая в кадре, намного важнее, чем визуальная. Но наш мозг думает по-другому. И он вычитывает смыслы, исходя из визуальных и психологических систем. Давайте я это попущу. Достаточно интересно посмотреть, как переходит графика, графика света в реальное изображение. Вот в данном случае у нас формы практически круглые, выделенные на белом. Мы не знаем, что это такое. Это не похоже на предмет освещенный. Да, это похоже на чистую графику. Ситуация немножко меняется. Нам, в принципе, знаком этот предмет, это мяч для регби. Он по-прежнему похож на рисунок, чисто графическое изображение. Но мы уже узнаем, что это такое. Это не абстрактная форма, это уже конкретный предмет. Вот здесь появляются объемы света. Мы добавили источник света вперед. И хотя фактического объема нет, нет теней под объектом, он висит в воздухе, да. Но мы уже видим, что это реальный предмет. Да, все, две минуты прямо. Можно, друзья, у вас еще вопрос, а вопросы есть? Сейчас я тогда вот этот кусочек доведу. Мы сделали из графики историю с помощью света. Мы осветили предмет и получили объем. Мы изменили концепцию. У нас теперь предмет лежит на белом фоне, и мы видим его уже в пространстве. Он перестал быть плоским, он стал объектом, и у него есть размещение в пространстве определенное. А здесь мы разместили предмет в конкретном пространстве, задав целую историю. Мы соотнесли его с другим предметом. У нас появился разговор между двумя объектами. И этот разговор имеет четкий подтекст. Это игра в регби, американский футбол. Вот у нас есть два похожих, не похожих по форме, но похожих по весу объекта, разных цветов, разделенные линии, но при этом связанные между собой, потому что размерные. Вот таким образом работает восприятие влияния света на изображение. В первом случае это чистая графика. Во втором случае это объем, но отсутствие расположения в пространстве. В третьем случае это появляется объем и расположение в пространстве на белом фоне. В четвертом случае мы помещаем объект в реальную историю и видим конкретную физическую картинку. Подводя некоторый итог, фотография как вид искусства предполагает очень большое количество обдуманных действий. И я призываю относиться к любому изображению как к тому объекту, который можно проверить на сложность. Насколько он организован, насколько он продуман и создан фотографом, или он выхвачен из реальности как просто кусок, необдуманно ориентируясь на фабулу, на сюжет, на то, что происходило непосредственно в кадре. Это два разных типа фотографий, и надо научиться, если интересно смотреть изображения, надо научиться их различать. Все, спасибо большое. Спасибо.